Бабер Девушки отдыхают Сабрина, Катрин, Ирубин, что такое генеалогичное древо? Таран, ты ведаешь отказ? Не, я ведаю пальмовое древо, яблонь и две арбы, но я никогда не слышу про патологичное древо. Это древо, куда мы записываем наших бабулей дедулю. Ой же, бедная Софи, в ее голове расти соправдный бонсай. На ваше место яб не смеялась, а у Софи моя рация. А что робить на древе наши дедули и бабули? Мой дедули не полезен на древо ни за якие гроши. Гэта не соправдная древа. Гэта рисунок, який выглядит как древо и показывает историю конкретной семьи. На наступные занятки принесите вздымки ваших батьков и дедов и попросите их расповести вам про життя. С мамой-то этом проблем не будет, а дедуля никуда не сходится. Мой сдымок никто никуда не приклеить, навод ваш наставник. Дедуля, мы просто приклеим его на наше древо. И она хочет приклеить меня на древо ни за что. А я с че, она так само хочет почуть про твое життя. А, ну тады скажите ей, что вельми дауно я жил у пеуной вёсотцы у Африцы. Гэта было на узкрайку пустыни. Я был ковалём, робил диды и розные прелады. Что такое, ты не слухаешь? Боюсь, усе будут смеяться змеяне. Ты один и деду леку их зовут Карамоко. Ну и что? Ты просто скажи ему сим, что Карамоко означает великий поля уничина и львов. А я ще скажи, что я пройшёл прозущу пустыню. Так, на горблюдах. Дед Софи приехал с Парижа у Дакар на новеньким джипе. И скажи им про мой знакомитый кускус. А леву я с тихо пальцами. Не-не, я лепше скажу у сим, что тебе зовут Дэнни, и что ты працуешь в цукерне. А, утякает сюль, пока я не зародился тебе колбасу. Семейная история надто складанная, Рэдж. Мой дед был фермером, а моя баба и пекаркой. История вашей семьи почалась задолго до того, как вы трапили сюда. А леву не повинны забываться про ее. Веда не того, откуда вы пришли, означая, что у вас есть корани. Детям потребны корани, как вырасти дужами. Теперь невеликий сюрприз. Заходьте. Я дед Тайрона. Мене кличуть Карамоко, что у моей краине означает великий палеониджи. Я пришел сюда, к обрасповести вам историю, якую мне принес ветер пустыни. А, пустыня. Си ведаете вы, что нема прыгажейшега и страшнейшега месца у свете. Пустыня безупынно разрастается, перетворающий усел пыл. Люди и живел измогают со сьей. Я на высушивая реки, душить с малой рослины, забивая живел и прогоняя людей. А ля дольче. Нехто покликал на допомогу великие древы. Готэ древы трымалися твердо разом, покой не перетворилися у лес. Яны пустили свои карани глубоко вниз у землю. И так яны стояли смело и непохистно. Пустыня подползла ближе, а ля николи не смогла поглынуть великий лес. А что было потом? Так, расскажите нам, что отбыло все после. Карани древа умоцнейшая за смаху, за страх. Нават умоцнейшая за пустыню. Теперь скажите мне, тюсе ваши древы маючь такие карани? Тобе пошинцовало медь такого деда, який расповедает такие выдатные истории. Так, я сгодный. Я люблю слухать истории про далекие мястины. Особливо в школе. Чем больше истории, ты меньше математики. Айрона пошинцовала с дядолем, ян ведая такие добрые истории. Так, а у нас есть тата-бобёр. Сопрады, и я б не соромилась, когда б ты пришел в нашу школу расповедать свою историю. У каждого есть про что расповести. Некоторые истории будут для вас звычайными, а иши уразить. А что, коли мы все сядем для раки? Как, я хотел бастыть после оповеда про гарачи мастины. Зараз буди аши гарачей. Сопрады, ты сбираешься рассказать и иншую историю? Калиласка, тата-бобёр. Али, с початку поставьте, калиласка, на место мой альбом. Як ты думаешь, те бобры могут жить в Украине, где лимми гороча? Ты что, битцы, у нас же есть мех. Это было б жахливо. Я так само думаю, что нам лепш за все тут. Миссия выгонана. Я покла ухе с дымки на место. А история, какую ты обязал расповести, отбывается там, где горошек, и там, где холодно. Там же будь живёлы, оба роботы, обожидосные монстры. Вам так и монстров подавай. Перш за все, гэта гарачая местина, по другое там нема монстров, а по третье, гэта история про девчонку, якая могла сдавиться и с хлопчиком. Моя история называется «Перший звонок на ванильной выспе». Одной, чай батьки Ваймитей, ее старайши братейки, забралися в Акулганку. Сегодня важный день Ваймитей. Твой первый день в школе, где ты научишься малеваться с ими ослепляльными колерами. Ты научишься танцевать тамуре и спевать все полинезийские песни, которые говорят про наше счастливое житё. Коли подешу школу, озернися осторожно в Акул Сябе. Коли отчуешь радость, значит, махчима ты и знайшла, Сябра. Я не хочу в школу. Не сбираюся. Не хочу малевать и танцевать, заводить Сябру. Я не пойду. Устёшь, что я хочу, это плавать на острове птушек и нырять в лагуне разом с рыбами. Грянь, сколько литров в Альхабете. Ты сможешь их вырушить, но надо пойти в школу. Чому ты не хочешь исти? Ты даже на себе отчуваешь? Нет! Лопни, горячо. У тебя немалые хаманки. Ты захворела? Не, не роби, так отпусти меня. Ну, копить. Воймите, пойдешь в школу и кропка. Хростная Воймите была занятая вытисканием лимон-наросоку для рыб-наросоусу. Воймите, успокойся, ты мусишь исти. Воймите, спнися. Отпустите маличу заража. Какие чудесные речи я нам нарабила. Она не слухается, не хочет ходить в школу. Их это уперше ждите. Я разумею, это целком моя вина. Я забыла себе дать ей подарунок. Ходи сюда, маленькая. Я открыт тебе секрет. Это чаровный ранец, который давно у моей семьи. Своих детей у меня нет, я даю его тебе. Нет, нет ни каких чаровных ранцев. Но это очень приятно. Спасибо, Иту. Теперь я пойду в школу. Теперь Гляньте, там нечто есть на древе. Я хотела бы быть маленькой, как калибры. Но ты б наставники не обачили меня. Сдается, я помылилась. Мне казалось, что я нечто видела. Эй, глянь на этот ранец. Видать, снегкая морская птушка занесла его на древо. Ранец достанется тому, кто первый залез на древо. Только я могла полететь от всех. Доброй ранец. Меня зовут Ямано, а тебе? Поймите. Возьмите ваши наборы для малевания. Мой малюнок будет кепским. И они будут так мощно смеяться, что почуешься выспа. Раптом я науспомнила про свой червоный пензель. Калиб, только я могла намалевать рыбы-злогоны. Раптом пензель почал перасовываться по паперы. Сдавалось, что ее коляровые рыбки плывут посторонне. Малайчина, Воймите, выдатна. Воймите переполняла радость, и энтузиазм я ее узрос, а рука водила пензель. А теперь будем танцевать. Я же потыкался об мои улазные ноги. Калиб я могла крутиться и подскокнуть от Кирлина в острове. И тогда Кир и Сукенки Воймите узлетели у поветра и подхопили я ее. Ты такая грациозная, Воймите. Музыка грала уся худшей, а Воймите тупала ногами и тропятала руками, и Ясукенка летала. Калиб я могла нечем поделиться с этой девчинкой, я подошла до нее и сказала «Правитанье!» Але этим разом не было никакой магии. И она поклала свой ранец, и пошла прямо до девчинки, отчувающая радость, бо она вельми хотела с ее посебровать. Это была вельми добрая история про девчину. Счастливая. Потом было ожидание, и го, пусть уробилась. Что скажешь, Битси, тебе сподобался мой оповет? Я дома, я просто уявлялась себе на ванильной выспе. Сдается, батька Воймите был занадто строгий, а леуя ей была добрая хросная. Так, чаронный ранец научил Воймите, что не варто бояться чегости только тому, что я на тебе незнаемая. Слушно, да речь и так починается сяброуство. Пойду насбираю кветок, дозраблю корону, яку Воймите. Курочки, у нас есть уластный остров, и наши уластные вязковые мурицы. Катанаш носит шмар таких историй о прозапас. Под своим вялизным паразоном снова сберешь нас. И на корыте под горой мы на поле его сядим. Для малых бобров и для усих сябров будь бобер, а погоди.